Это первый визит греческой делегации в казачью станицу атамань. Интерес у греков вызвало все, как жили казаки, как выбирали атамана и воспитывали детей. Здесь же гости познакомились с предметами быта. Уже ставшей знаменитой хатей Ивана Ныбалы-Голова, мэр греческого города по братиму Лариса покачал люльку. Это верная примета, согласно которой в будущем в семействе апостолоса Калаяниса будет пополнение. Я особо рад тому, что еще будучи студентом с 85-го года, работал над тем, чтобы сделать именно то, что увидел сегодня в атамане. Большое спасибо всем, кто придумал и сделал. Браво! И мы хотим сделать в Ларисе нечто подобное. Казацкий народ очень похож на греческий народ. В моем городе Лариса на больших территориях тоже занимаются землей. И в старые времена мы также возделывали землю, как казаки. Атамань напомнила мне мою деревню, в которой я родился и вырос. Но, пожалуй, самое большое впечатление на греческую делегацию произвел Крымский мост. Сооружение века гости проехали за 17 минут. Но и этого хватило, чтобы признать, проект действительно уникальный. Самое большое впечатление, конечно, произвел Крымский мост. Тут мы говорили о сильном и большом проекте, который впечатляет. Здесь видно, что работы идут и все продвигаются вперед. Это очень интересно и завораживающе. Мы узнали, что этот мост был построен в кратчайшие сроки. Это все нам говорит о том, что Россия, конечно, имеет большие силы и потенциал. В Керчи почетные гости посетили раскопки древнего города Пантикопей, православный храм святителя Луки, а также встретились с представителями греческой общины. В завершение встречи вокальный коллектив Масейко вместе с мэром Ларисы спел старинную песню о дружбе. Руслан Душевский. Анапа. Регион.